На детской площадке вместе играют обычные ребята и особенные. Прокатиться с горки, побросать мяч и, конечно, заглянуть под новогоднюю ёлку здесь мог каждый маленький гость. Поздравить ребятишек приехали и сочинские байкери со своим Дедом Морозом. Он привез целый мешок подарков. Болезнь – это ничего излечимо, наверное. Дети есть дети, должны расти здоровыми, счастливыми. Поэтому мы здесь хотим подарить им праздник, улыбки. Чтобы в новом году эти улыбки у них всегда были на лице. На этой ёлке интересно всем – и обычному ребёнку, и особенному. Детям рисовали аквагрим, и сами они могли поучаствовать в творческих играх. Поздравить маленьких сочинцев приехали и местные танцевальные коллективы. Нашим особым деткам очень сложно высидеть, например, в большой длинный концерт или просто стоять в круге и участвовать в каких-то конкурсах. Поэтому мы здесь организовали зоны творчества, где дети могут порисовать, творчески выразиться. Там у нас сейчас работают педагоги художественной школы. К слову, с 2016 года особенные дети получат право посещать любое образовательное учреждение. В Сочи уже сформирован список из 40 детей от 4 до 13 лет, чьи родители хотели бы выбрать для них инклюзивную форму образования. 17 таких детей пойдёт в обычную школу уже 1 сентября будущего года. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.